А год прошел и больше не вернется. Я хочу просто вам и в пожелание, и в напутствие сказать несколько важных истин. И моя краткая проповедь – это важные ключи к победоносной жизни. Вообще жизнь – это борьба. Вы согласны с этим или нет? И если это борьба, то где нет победы, там нет радости. А где нет радости, там нет жизни. Побеждающий наследует все. Ключи к радостной, благословенной, победоносной жизни. В чем секрет успеха? К чему я должен стремиться? И что я должен делать? Я вам передам несколько важных истин. И первая истина – это дорожите временем. Временем. Еще раз. Дорожите временем или просто не убивайте время. Есть такое правильное, хотя и такое не страшноватое выражение – убить время. Слышали такое? Убили время. Понятно, что убили какое-то животное, там человека, но убили время. Вы это слышите не первый раз. Но в этом что-то важное мы должны для себя услышать. Если мы… Время – это наша жизнь. И если мы убиваем время, мы убиваем жизнь. Дорожите временем. Библия говорит так, послушайте. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые. А как мудрые должны поступать или поступают? Дорожа временем, потому что дни лукавые. Смотрите, поступайте осторожно. Дорожа временем. Дорожить – это значит не тратить зря. Дорожить – это не проводить время просто так, какой-то праздности или бесполезности. Мудрость в том, чтобы время использовать правильно, использовать для себя и для других. То есть Библия говорит, что мы должны к времени относиться как к самому драгоценному сокровищу. потому что все, что мы тратим в жизни нашей – и здоровье, и деньги, и силы – это еще можно как-то возвратить. Но время не возвратится никогда. Дорожите временем. Что Библия еще говорит относительно времени, послушайте. Смотрите, написано, вот теперь время благоприятное. Вот теперь день спасения. Послушайте. Библия говорит, что сегодня время благоприятное, то есть удобное, хорошее, чтобы ты и я что-то сделал важное для себя, чтобы ты успел сделать то, что ты должен сделать. Вот теперь время благоприятное. Вот теперь что? День спасения. Вы знаете, что придет день, когда кто-то будет обманут, или Бог, или человек. Бог говорит, что сегодня твой день спасения. А человек думает потом. Как вам кажется, кто будет в конце концов обманут? Безусловно, человек. Бога обмануть невозможно. А вот себя точно можно. И если ты не спасен, сегодня твой день. Проверяйте свою жизнь. Проверяйте свою жизнь. Я просто вот, смотрите, это совсем недавно в одном из штатов Америки двухлетний ребенок застрелил свою мать. Вы скажете, как это возможно? В Валмарте. Пошли вместе в Валмарт. Маме было 30 лет. И просто ребенок случайно в мамину сумочку полез. И так же случайно нажал курок. Был выстрел. Ее не спасли. Причем это было на глазах остальных детей. Я думаю, никто не ожидал, что ее жизнь закончится именно в Валмарте. Но, оказывается, такое тоже возможно. Я еще раз повторяю. Смотрите. Безусловно, началось расследование, говорят, что она имела право носить оружие. Но я здесь, чтобы сказать вам, это слабое утешение. Еще раз, это слабое утешение. Тридцать лет, и человека не стало. Никто не знает, что будет завтра. Но Библия говорит, дорожите временем. Как печально видеть, когда люди убивают время. Убивают свою жизнь. Сколько тех, которые заняты одним занятием, они ищут фана, удовольствий. И на это уходят годы, дни, жизнь. Я здесь, чтобы сказать, что, в принципе, сколько бы человек не развлекал себя, ему будет мало. Запомните это. Но есть новая жизнь в Иисусе Христе. Поэтому я часто говорю студентам, если твоя жизнь – это фан, что тебя ожидает в будущем? Фан, фан, а потом профан. Профан в учебе, профан в жизни. Просто ты несостоявшийся человек. Все. Потому что ты не дорожил временем. Многие живут так, что их вся жизнь еще впереди. Многие не думают за завтрашний день. Они видят только впереди то, что здесь рядом. Но Бог направляет наши пути к Божьей истине, чтобы мы правильно строили свою жизнь. Я просто прошу вас, если у вас этого не получается, попробуйте хотя бы неделю, месяц записать, что вы делали в течение дня. Попробуйте для себя. И сделайте потом итог или ревизию, что вы делали в течение недели. Куда уходило ваше время. Вы будете сами удивлены тому, что вы будете видеть, читать и знать. Куда уходит твоя жизнь? Я часто говорю, у вас бывает так, что вы идете, не зная куда. Или идете, не зная зачем. Вот собрались. Куда пойдем? Да, пойдем туда. Да, пойдем туда. Или у вас бывает так, когда просто спрашивают, ты куда идешь? Не знаю. А почему же ты идешь? Все равно иду, потому что хочется. Послушайте. В Библии написано за одного царя Раваама. Написано так. И делал он зло, потому что не расположил в свое сердце взыскать Бога. Запомните. Нейтральных людей не бывает. И если человек не расположил в свое сердце Бога искать, он будет находить зло и пребывать возле. То есть, если человек идет, не зная, куда он идет, он приключения на свою голову обязательно найдет. Не потому, что ему это хочется, а потому, что он не знает, куда он идет, с кем и зачем. Господи, помоги нам так жить, чтобы во всем угождать Тебе. Дорожить временем – это значит исполнять волю Божью. Это значит исполнять волю Божью. Это служить благословением для окружающих. Проверяйте вашу жизнь. Библия, вот сегодня время благоприятное. Вот сегодня твой день спасения. Самый важный человек в твоей жизни – тот, кто возле тебя рядом. А самое лучшее, что ты можешь сделать для этого человека – сделай прямо сейчас. Сделай что-то хорошее, чтобы человек просто ожил, возрадовался. Да будет имя Бога благословенно. Почему я говорю о времени, друзья мои? Потому что не всегда так будет. Я не знаю, как проходит ваша жизнь. Может быть, полное благополучие, тишина и покой. Слава Богу! Но я здесь, чтобы сказать, не всегда так будет. Или, наоборот, может быть, ваша жизнь проходит в каких-то трудностях, испытаниях, борьбе. Я здесь, чтобы сказать тоже, что не всегда так будет. Одна женщина, она мне сказала так, что, говорит, если бы я знала, какой у меня будет год прошедший, я бы к молитве относилась по-другому и молилась бы совершенно по-другому. О, если бы я знала. Вся проблема в том, что мы не знаем, что несет нам грядущий год. Но я здесь, чтобы сказать, дорожите временем. Ибо не всегда так будет. Кстати, когда уже мы даже чаек попьем, здесь будет специальная программа о жизни человека на земле. Будет декламация. И вы знаете, что для меня удивительно. Я ее уже собирался участвовать и рассказать лет десять назад. Но всегда времени не хватало. Надеюсь, вы меня понимаете. Дорожите временем. Помните, не всегда так будет. Вообще, смотрите, пример из жизни животных. Вот птицы, они когда видят, муравьи ползают, они их кушают, едят. Но проходит какое-то время, и когда птицы погибают, то уже кто их кушает? Муравьи. Запомните, обстоятельства в вашей жизни могут измениться в любой момент. Еще раз повторяю, не всегда так будет. Поэтому мы должны правильно использовать то, что вы имеете. Поэтому не обижайте, не угнетайте, не презирайте никого в вашей жизни. Но да будет имя Бога благословено в вашей жизни, в ваших поступках и делах. Послушайте, вы можете чувствовать себя сильным сегодня, но запомните, время сильнее вас. Дорожите временем. Дорожите временем. Одно дерево, оно дает миллион спичек. И одна спичка, она может уничтожить миллион деревьев. Не всегда так будет. И когда мы проходим через трудные обстоятельства, Божья цель усовершенствовать нас и изменить. Слава Богу. И когда ты устал, когда твои руки опустились, когда ты стучишь, плачешь и не видишь выхода, когда ты готов уже сдаться, сказать Богу, сдаюсь, это то время, когда Бог начинает действовать в твоей жизни. Бог наблюдает, пока ты сам решаешь, борешься, воюешь, сражаешься. Но когда ты готов сказать, Господь, я сдаюсь, тогда Бог приходит в наши судьбы. Аллилуйя. Любой грешник, он может думать, что он сам может бросить и курить, и пить. И он может так жить, периодически бросать, бороться и так дальше. Но исцеление приходит, когда он готов сказать, сдаюсь. Так то, что в любой проблеме, в любых обстоятельствах, когда мы готовы поднять свои руки, тогда он раздвигает горы и моря. Скажите слава Иисусу. Итак, к чему призывают нас Бог и Библия? Послушайте, я читаю один стих. «Во дни благополучия пользуйся благом, а в дни несчастья размышляй. То и другое садил для тебя Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него». «Во дни благополучия пользуйся благом. Если в твоей жизни все хорошо, используй это время максимально с пользой для себя и других». А в дни несчастья не спеши, не торопись, не языком, не делом. Размышляй, размышляй, размышляй. «В жизни все временно, если все хорошо идет, используй это, наслаждайся жизнью». Почему я это говорю? Потому что многие, которые, даже их жизнь во благе, они не живут, они только собираются жить. Вот еще это, вот еще это, вот еще это. Библия говорит, пользуйся тем, что ты имеешь. Иначе будут пользоваться другие. А в дни несчастья размышляй. Попал в беду, не унывай, ибо не всегда так будет. Будьте благословенны. Мы идем к молитве. Я сейчас просто прочитаю уже остальные мои ключи. Это 36-й псалом. А вы дома порассуждаете. «Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены, и как зеленейший злак увянут». Библия говорит, что когда ты обратишься к Богу, то люди со стороны будут смеяться над тобой, издеваться. Но ты не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие. Если они имеют успех, то он, успех этот временный. А что я должен делать? Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину. Смотрите, как все просто. Уповай на Бога. Мы или уповаем, или переживаем. Уповать – это значит рассчитывать, располагать и ожидать помощи от Бога. Уповай на Господа. Это ключи к победоносной жизни. Делай добро. Тебе нравится, когда кто-то что-то хорошее тебе делает, и ты это делай. Проблема современной жизни – это близорукость. Когда человек дальше носа свой ничего не видит, он не замечает нужды других. Он занят самим собой. Делай добро и храни истину. Почему? Потому что придет время, когда будут избирать служителей или проповедников, которые льстили бы слуху их, послушайте, будут избирать себе учителей. Это то время, которое мы сейчас переживаем. Поэтому Библия говорит – храни истину. Дальше написано – предай Господу пут, воюповай на Него, и Он совершит. Предай. Покорись Господу и надейся на Него. Покорись и надейся. Неравнуй успевающему пути своему человеку, лукавнувшему ему. Утешайся Господом и не исполни желание сердца Твоего. Перестань гневаться и остав ярость. Неравнуй до того, чтобы делать зло. Ибо делающее зло истребляться, уповаючи на Господа, обнови, наследует землю. Еще немного и не станет нечестивого. Посмотришь на Его и нет Его. А круткие наследуют землю и насладятся множеством мира. Я очень быстро, мы должны сейчас молиться. Уповай на Бога, делай добро, храни истину, утешайся Господом, предай Господу пут твой, покорись Богу и перестань гневаться. Это несколько ключей к победоносной, благословенной жизни. Пусть всех нас благословит Бог. Давайте мы откроем свое сердце в пламенной молитве и будем в смирении встречать Новый год на коленях. Это особое благословение. Господи, да будет Твоя милость над нами, так как мы упываем на Тебя. Аминь. Мы молимся. Мы молимся.